Что такое армия? Лишь обычные солдаты и генералы, которые доблестно выполняют свой долг, не только. Армия может быть разной, например, с огромными великанами и неубиваемыми киборгами, людьми, которые не чувствуют боль и работают с животными и даже бессмертными войнами. С вами Топ Хайп, и в этом выпуске я расскажу про самые необычные армии в истории. Думаю, вы знаете, что в армиях разных стран распространена такая традиция. Когда отбор происходит по росту, солдаты должны быть плюс-минус одинакового роста, чтобы выполнять задания, например, воевать в танке или просто красиво участвовать в параде. Обычно солдаты не должны быть слишком высокими, но король Паруси Фридрих Вильгельм I так не считал. Этому низкорослому королю однажды пришла в голову идея создать свою армию великанов и гигантов. Это должен был быть отдельной полки. Чтобы попасть в него, нужно было выполнить лишь одно требование – иметь рост выше 180 сантиметров. Согласно другим сведениям, воины должны быть выше 188 сантиметров. В любом случае, это было непростое требование, ведь в 18 веке, когда все это происходило, люди в среднем были ниже, чем сейчас. Набрать много соответствующих солдат в одной лишь Пруссии было непросто. Поэтому король вербовал солдат из армии других стран. Различные империи и просто страны посылали ему высоких солдат в знак дружественных отношений. Так, например, у Вильгельма появился ирландец Джеймс Киркленд, гигант ростом 217 сантиметров. Интересный факт. Одного солдата Фридриху подарил Петр I, за что прусский король подарил Петру знаменитую янтарную комнату. Я вот тут говорю солдаты и войны, но на деле полк гигантов не был ни тем, ни другим. Они даже не воевали. Они были скорее для красоты и статуса. Да и вообще, это были странности Фридриха, у которого была идея фикс сформировать именно такой полк гигантов. Они получали хорошее жалование, выполняли прихоти монарха и, в общем-то, все. Когда Фридриха не стало, на престол взошел его сын. Он считал всю эту тему с гигантами странной, поэтому расформировал полк, на который тратилось много денег. Большинство великанов были определены в другие полки и батальоны. Ладно, армия великанов это, конечно, интересно, но куда интереснее, какие армии могут быть в будущем, а не были в прошлом. Например, есть сведения, что французы готовят суперсолдат, которые станут киборгами. Такой проект уже разрешен и его постепенно реализуют. В чем суть? Суть в том, чтобы создать солдата, который сможет выдерживать серьезные ранения без особых трудностей. Он сможет терпеть боль, которая для нас невыносима. Также солдат-киборг не будет знать страха, он почти никогда не будет уставать. Сможет не спать несколько суток, а также слушать и видеть гораздо лучше, чем обычные люди. И это еще не все. Киборги смогут совершать марш-браски длительностью в сутки, неся при этом груз весом 100 кило. Вдобавок, они смогут находиться под водой несколько часов. Что касается стрельбы, то солдат-киборг не будет глохнуть от разрывов боеприпасов или выстрелов. Его ухо будет устроено таким образом, что во время боя будет приглушать все эти громкие звуки. Но при этом все нужные и полезные для солдата звуки, например, шорохи, передвижения врага, робототехники и так далее, будут усилены. Глаза такого суперсолдата будут видеть в темноте, словно в них будет встроен прибор ночного видения. Как они планируют это реализовать? Пока что французские ученые используют препараты, чтобы повысить у солдат физические, психологические и мыслительные процессы и способности. В дальнейшем же солдат будут превращать именно в киборгов с помощью разных имплантов, микросхем, суперкостюмов, экзоскелетов, специальных лекарств и так далее. Все эти разработки уже ведутся в лабораториях Франции. Процесс запущенной киборги не за горами. Их появление одобрено и считается этически нормальным явлением. Ученые уверены, что киборги и солдаты не только станут самой необычной армией будущего. Они вообще могут стать отдельным видом людей, которые будут называться Homo Robocopus. Если все получится, киборги и солдаты полностью изменят понятие боевых действий. А еще французы внедряют роботов-животных в армию. Они уже тренируются выполнять боевые задания с помощью робособак. Выглядит это странно, но революционно. Но не думайте, что только французы догадались превратить солдат в полуроботов, чтобы те стали на порядок эффективнее. Считается, что они решились на это после того, как о подобном заявили китайцы. Поднебесные тоже вовсю будут клепать киборгов. То же самое ожидается в США, причем скоро. Уже через несколько лет киборги Пентагона станут одной из самых необычных и сильных армий в мире. Американские солдаты станут единым с нейроинтерфейсом, который будут вживлять в их мозг. Это позволит солдату подключаться к внешнему компьютеру. В теории все это сможет привести к тому, что бойцы смогут общаться друг с другом, словно с помощью телепатии. Они будут отправлять информацию друг к другу беззвучно, не прикасаясь к клавиатуре и не используя рацию. Представьте, как это прокачает разведчиков. Но, само собой, все не будет ограничиваться лишь сообщениями. Американских воинов планируют сделать реальными полуроботами. Например, мышцы у них планируют заменить полимерным аналогом, который сейчас применяется в робототехнике. Иные электронные технологии смогут отключать у солдата чувство страха и боли. А еще тот самый интерфейс в мозге сможет использоваться не только для передачи информации. Ученые считают, что он сможет стать главным помощником солдата. Он будет оценивать реакции мозга и сообщать бойцу идеальный момент, чтобы передохнуть, поесть или просто успокоиться. В передвижении бойцам будет помогать экзоскелет, благодаря которому они будут не только более защищены, но и смогут без трудностей преодолевать огромные расстояния. Быстро бегать и высоко прыгать хоть целый день без остановки. Для расширения боевого потенциала военнослужащих используются и медикаментозные способы. Как и в случае с французами, уже проводятся испытания с использованием разных препаратов. Осталось дождаться изобретения имплантов и интерфейсов, и уже скоро армия будет совсем другой, чем мы ее знаем сейчас. Берсерки. Думаю, все вы слышали про этих скандинавских воинов. Берсерков вполне можно назвать отдельной армией, ведь то, что они делали, не удавалось никому другому. Согласно преданиям, берсерки были классом воинов, которые славились своей истеричной яростью, жестокостью, большой силой и нечувствительностью к боли. Недаром даже в наше время говорят что-то вроде «врубить режим берсерка» или «перейти в состояние берсерка». Эти скандинавские воины могли идти в бой без доспехов, в шкурах волка или медведя, или даже вовсе без верхней одежды. Они не страшились мечей и стрел врага. Во время битвы они буквально не чувствовали ничего, кроме безумного гнева, с помощью которого жестоко расправлялись с оппонентом. Некоторые скандинавские саги и легенды даже утверждают, что берсерки могли превращаться в свирепых зверей. Это уже преувеличение. Однако то же самое говорят и про самих берсерков. Мол, таких воинов не могло быть. Все это выдумки, чтобы сделать викингов еще более могущественными в глазах общественности и врагов. Возможно, но многие ученые уверены, что берсерки существовали на самом деле. Агрессивность берсерка объясняется несколькими версиями. Согласно одной, перед боем они пили много алкоголя. Согласно другой, употребляли грибы и прочие психотропные вещества, которые отключали у них психику почти полностью. Есть и другие теории, вроде эпилепсии, психических расстройств и наследственности. И все эти теории могут объяснять ярость этой элитной скандинавской армии. Берсерки были настолько опасными и безбашенными, что их боялись даже свои союзники, на которых те иногда нападали, полностью теряя контроль над собой. Призрачная армия Вторая мировая война стала самым масштабным вооруженным конфликтом за всю историю. И одержать победу удалось не только за счет доблести и отваги солдат, техники и разведки. Немалую роль в этом сыграла призрачная армия. Я не про тех призраков, которые кошмарили врагов или что-то в этом роде. Под таким названием в историю вошла одна из самых необычных армий. Она начала действовать в 1944 году и в ней были не только военные, но и художники, архитекторы, специалисты по звуковым эффектам, дизайнеры, актеры и так далее. Короче, в основном творческие люди. Их задача была обманывать противника всеми возможными способами. Для этого призрачная армия использовала самые разные средства. Очень часто они создавали искусственные танки, надувные лодки и прочую технику, которые оставляли на поле боя или в засаде. Так они могли обманывать разведку противника. Помимо этого, они могли устроить спектакль посреди какого-нибудь поля. Сделать вид, что тут не так давно прошла ожесточенная битва, в которой страны антигитлеровской коалиции понесли большие потери. Это запутывало страны оси. Они считали, что раз тут прошел бой, значит это место теперь безопасно. Шли через него или направлялись сюда собрать оставшиеся припасы и попадали в ловушку. Призрачная армия действовала очень эффективно. Тут в полной мере пригодился талант всех творческих людей. Они создавали макеты так искусно, что их было нереально отличить от настоящей техники издалека. Помимо этого, призрачная армия сбрасывала с самолетов манекены на парашютах. Ложный десант часто отвлекал врага от реальных солдат. Порой на подготовку сцены они могли потратить всего пару минут, если того требовала ситуация. Специалисты по звуку прятали в лесах огромные громкоговорители и воспроизводили звуки высотных бомбардировщиков, побуждая войска отступить. Также спецы по звуку транслировали фальшивую радиопередачу, путая разведчиков. Что касается актеров, они работали среди местного мирного населения, распространяя дезинформацию и надеясь, что на нее клюнут вражеские шпионы. Благодаря действиям этой незаметной армии удалось спасти и сохранить тысячи жизней и единиц настоящей техники, а также приблизиться к всеобщей победе, которая не заставила себя долго ждать. Во времена Второй мировой войны была еще одна необычная армия. Ее тоже можно назвать творческой, только она не выполняла творческие задания, а защищала само творчество. Их называют охотниками за сокровищами, либо людьми памятников. Это была небольшая, тщательно отобранная группа историков искусства, кураторов музеев и ученых. Группа отправлялась на передовую, стараясь не допустить, чтобы исторически важные предметы искусства стали жертвами войны. Ведь, как известно, во времена Второй мировой было уничтожено не только много народов, но и много произведений искусства. Нередко страны оси делали это намеренно, безжалостно уничтожая культурный фонд Европы. Прежде всего, охотники за сокровищами защищали культурно значимые сооружения и объекты. Они разрабатывали специальные карты, на которых союзным летчикам указывалось, какие районы следует избегать во время бомбардировок. Помимо этого, им нередко приходилось лезть в пекло, чтобы вручную спасать произведения искусства. Но этим охотники за сокровищами стали заниматься уже ближе к концу войны. Они вытаскивали произведения искусства, отслеживали их, если те были уже украдены, и пытались вернуть их всеми силами в целости и сохранности. Когда война уже была закончена, охотники занялись активным поиском спрятанных картин, скульптур и прочего. Благодаря им удалось сохранить множество шедевров самых великих творцов всех времен. Скажу за себя, охотники за сокровищами были настоящими героями. Ведь как бы я не любил искусство, я бы не полез спасать картины из самых горячих точек. Я бы сделал это только если бы был бессмертным. К слову об этом, уже в будущем может возникнуть армия именно таких воинов. Ключ к бессмертию пытаются найти многие, и активно этим занимаются в Штатах. Местные ученые планируют создать солдат бессмертными с помощью биоинженерии, химии и синтеза. Но как это вообще возможно? На самом деле сказать трудно, потому что проект строго засекречен. Мы можем лишь догадываться и выдвигать предположения на основе немногочисленных высказываний ученых. Например, считается, что они будут не переделывать людей в киборгов или биороботов, о чем вы уже сегодня слышали, а буквально создавать бойцов с нуля из искусственно-генетически модифицированных клеток. Они будут защищены от естественных механизмов старения и смерти. Это понятно. Умереть эти бойцы не смогут, но ведь убить их все равно будет реально, разве нет? А оказывается нет. Или почти нет. Ученые в секретных лабораториях планируют вывести бойцов с полностью измененной ДНК и даже структурой тела. Они будут созданы исключительно для ведения боевых действий и ни для чего больше. Они должны стать абсолютно выносливыми, крайне сильными и невосприимчивыми, не то что к боли, но даже к любым смертельным ранениям. Проект разрабатывается уже около 15 лет и пока неизвестно, преуспели ли ученые. Они не особо часто говорят о нем. Либо боятся утечки, либо на самом деле проект давно провалился. Но что если это не так и бессмертные войны вот-вот станут реальностью? Это точно будет самая необычная и самая мощная армия в истории, с которой будет бесполезно воевать современными методами. Что интересно, бессмертная армия это не только то, что мы можем увидеть в будущем. Это еще и то, что уже было в прошлом. Эту армию так и называли бессмертные или же 10 тысяч бессмертных. Это было военное формирование Персидской империи Ахименидов. В середине первого тысячелетия до нашей эры. Но почему они были бессмертными? Разве в древности кому-то удавалось раскрыть секрет бессмертия? На самом деле нет, вся суть в другом. Согласно одной версии, во всем виноват древнегреческий историк Геродот, который перепутал персидские слова «бессмертные» и «товарищи». То есть, по сути, правильнее их назвать «10 тысяч товарищей». Но вторая версия интереснее. Она гласит, что как только кто-то из бессмертных погибал, его заменяли другим воинам, поддерживая тем самым число 10 тысяч постоянным. Поэтому чисто технически армия была бессмертной, ведь в ней всегда было одно и то же число воинов. Да и одолеть эту армию было очень трудно. Воины были хорошо экипированы, отлично сражались и как пехотинцы, и как конница. Однако они были малоэффективны с противниками, которые сражались длинными мечами. И вновь вернемся в наше время. Необычная армия – это не только про будущее или прошлое, но и про настоящее. Это отлично показывает армия Дании, а именно элитное подразделение военно-морского флота Дании. Его главная особенность в том, что собаки, по сути, являются полноправными военнослужащими. Задача патруля, собственно, патрулировать территорию, которая включает в себя северо-восток и север Гренландии. Команда изъездовых собак и людей военных осматривает каждый сантиметр заснеженной и холодной территории. Для чего это делается? Чтобы официально подтвердить суверенитет Дании над Гренландией. Ну и чтобы проконтролировать свою территорию, ведь Гренландия относится к Дании. Патруль также выполняет научные наблюдения. Например, следит за продолжительностью ледового периода в местности и наблюдает за ледниками. Работа патруля «Сириус» крайне тяжелая. Собаки и военные должны регулярно быть под открытым небом, замерзая при низких температурах и адских ветрах. Изредка на них нападают белые медведи. Само собой, не обходится без травм, оборожений, голода и истощений. И вот так все это длится около двух лет без отпусков. Но многих военных это не останавливают. Они мечтают попасть служить именно сюда, где проведут пару десятков месяцев с отважными и очень преданными собаками. Далее в этом выпуске вас ждут самые охраняемые дома с непревзойденной защитой, которые выдержат даже ядерный удар. Резиденция Корби Ал Корби – эксперт по безопасности и владелец компании Safe, занимающийся производством систем безопасности. Дом такого человека по умолчанию должен быть защищенным. И так оно и есть. Внешне резиденция Корби на голливудских холмах выглядит как самый типичный дом богача в Лос-Анджелесе. Но на деле это – неприступное здание, которое можно назвать самым защищенным и охраняемым в мире. Семья Корби не имеет ключей от дома и не нуждается в них благодаря программному обеспечению для биометрического распознавания на входе. Если же к дому попытается подойти кто-то чужой, то его распознают инфракрасные камеры. Они могут засечь злоумышленника на расстоянии километра. Если же злоумышленникам удалось проникнуть в резиденцию, то их накроет дезориентирующий дым. Они тут же потеряются в пространстве, и их будет проще поймать. Для надежности вместе с дымом распыляется перечный газ. И это только начало. Корби снабдил дом датчиками движения и датчиками тепла. Если же дела совсем плохи, то и тут есть выход. Резиденция Корби – это дом внутри дома. В основном каркасе спрятан еще один дом. Если произойдет опасность, Корби сможет полностью перекрыть доступ во внутренний дом армированными дверьми. Они способны выдержать даже удар баллистической ракеты. Так что никакой преступник не сможет ограбить Корби и членов его семьи. Вместе с этим на место немедленно выезжают органы охраны порядка. Помимо всего прочего, в доме есть потайные комнаты и проходы. А винный погреб служит бомбоубежищем. Здесь можно переждать природную катастрофу. Электромагнитные феномены, землетрясения и даже ядерный взрыв. Мне кажется, даже не во всех правительственных зданиях есть настолько же крутая система безопасности. И к слову о них. Первым на очереди идет Белый дом. Официальная резиденция президента США. Она защищена по высшей степени. В ней есть все средства безопасности, о которых вы могли или не могли подумать. Вокруг дома установлен высокий забор из армированного железа. С виду он кажется просто надежным забором, но на деле он феноменально прочный. Этот забор способен выдержать воздействие любого автомобиля. Даже самого мощного и тяжелого, а также взрыв бомбы. Также забор оснащен шипами от людей, которые попробуют перебраться через него. Если же злоумышленник чудом перелез через забор Белого дома, его засекут инфракрасные датчики. Из-за него примутся агенты секретной службы, в распоряжении которых широкий арсенал оружия. Агенты располагаются по периметру Белого дома, а на крыше дежурят снайперы. Они моментально нейтрализуют любого незваного гостя. Зона над Белым домом является бесполетной, поэтому любые летательные аппараты, пролетающие над резиденцией президента, засекаются радарами и сразу же сбиваются. Не получится взять здание из расстояния. Окна в Белом доме пули непробиваемые. Также в Белом доме установлена система фильтрации воздуха, защищающая здание от химических атак. Если же преступникам удалось каким-то чудом проникнуть в Белый дом, то президент и его окружение все равно может спастись. Под зданием имеется президентский центр по чрезвычайным операциям, в который можно попасть на специальном лифте. Он уходит вниз на шесть этажей, поэтому тут можно переждать даже ядерный удар. Резиденция Ренсон. Несмотря на такую сверхзащищенность, Белый дом все равно является достаточно открытым местом, в которое часто наведываются разные люди, поэтому про эту резиденцию известно достаточно много. Этого нельзя сказать о резиденции Ренсон, дворце в Северной Корее, в которой живет Ким Чен Ын. Точно известно, что резиденция находится на севере Пхеньяна, что размер всего комплекса составляет около 12 километров, и что это самый защищенный и охраняемый комплекс в КНДР, а может и во всей Азии. Из-за строгой секретности кадров самой резиденции немного, но свидетели рассказывают, что тут есть все необходимое. Ренсон окружен электрическим забором, минными полями и множеством контрольно-пропускных пунктов. Также Ренсон охраняют военные. Если даже злоумышленники пробьются через ворота и охранников, их ждет встреча с химическими веществами, которые распыляются в воздух при срабатывании сигнализации. Штаб-квартира соединена туннелями с резиденцией Чханген, а также другими резиденциями. В состав резиденции также входит железнодорожная станция с частным доступом. Букингемский дворец Букингемский дворец является одним из самых дорогих и защищенных зданий в мире. Это неудивительно, ведь королева Великобритании должна находиться под максимальной защитой. Главную роль защитников играют, конечно, гвардейцы. Те самые парни в огромных шапках и красных мундирах. Их задача – охранять британского монарха любой ценой. Они нормально относятся к фотографиям, но если туристы переходят черту, подходят к ним близко или передразнивают их, то они без труда припугнут их, накричав или наставив оружие. Также дворец охраняют кавалеристы и обычные охранники. Несколько десятков человек круглосуточно стоят на острёме и регулярно связываются друг с другом, чтобы все оставались бдительными. И хотя Букингемский дворец по праву считается одним из самых защищенных зданий планеты, с ним все же приключались инциденты. Так в 1982 году во дворец пробрался Майкл Фаган. Он проник в спальню Ее Величества и сел на кровать. Королева Елизавета проснулась, увидела эту жуткую картину, но повела себя максимально грамотно. Она не запаниковала и просто начала разговаривать с Фаганом. Королева сочувственно слушала мужчину до тех пор, пока в комнату не вошла горничная, которая тут же испуганно закричала. Преступник даже не успел толком ничего понять, как его тут же схватили лакеи и охрана. Поместье Билла Гейтса Один из богатейших людей планеты и основатель Майкрософт выглядит скромным, дружелюбным, открытым и отзывчивым человеком. Но это не значит, что Билл Гейтс не печется о своей безопасности и может позволить любому человеку зайти к нему в гости без спроса. Одно из поместьй Гейтса под названием Ксанаду 2.0 находится в Медине, штат Вашингтон. Это очень дорогой, продвинутый и защищенный дом. Поместье окружено многочисленными рощами и плантациями. Во-первых, это экологично. А во-вторых, так Билл и члены его семьи могут быть спокойны, зная, что их не достанут папарацци и фанаты. Помимо этого, на территории поместья есть камеры и тепловые ловушки, которые с расстояния полутора километров предупреждают жителей о любом несанкционированном проникновении. Если проникновение случится, к преступникам тут же направятся органы охраны порядка. Но если что, Гейтс семьей может укрыться под землей. Под основным поместьем расположены четыре подземных этажа на случай экстренной ситуации. И все же попасть в поместье можно, если Билл, конечно, вас приглашал. Гости, которым посчастливилось попасть в резиденцию Билла Гейтса, снабжаются бейджами с микрочипом с системой свой-чужой. Фэйрфилд Эстейт Следующее поместье удивляет не меньше. Фэйрфилд Эстейт принадлежит миллиардеру Айри Реннерту, американскому бизнесмену и гендиректору Ренку Групп. Построенное в 2003 году поместье расположено на Лонг-Айленде в Нью-Йорке и стоит от 267 до 500 миллионов долларов. Во-первых, такая бешеная цена объясняется огромной площадью дома – 5900 квадратных метров. И это без учета придомовой территории. По некоторым данным, это самый большой дом в США. Во-вторых, дом оснащен прекрасной системой безопасности. Владелец распорядился установить в особняке пуленепробиваемые окна и множество камер видеонаблюдения, чтобы заставить злоумышленников подумать дважды, прежде чем войти без приглашения. Maximum Security Mansion Это название можно перевести как «особняк максимальной безопасности». Звучит пафосно, но в этом есть своя правда. На одну только систему безопасности этого имения в Колорадо было потрачено 6 миллионов долларов. Площадь дома составляет примерно 1100 квадратных метров. По всей территории и особняку расставлены внутренние и внешние камеры с возможностью ночного видения, а также усовершенствована тепловизионная система. Благодаря ей любые оставленные отпечатки пальцев могут быть распознаны и проверены в течение 20 минут, а значит, у преступника просто не будет достаточно времени, чтобы скрыться и уйти от правосудия. Помимо этого, особняк максимальной безопасности оснащен системой, которая способна засекать различные утечки и изменения окружающей среды. Поэтому отравить хозяина особняка через вентиляцию или водопровод не выйдет. Удивительно, насколько защищенными могут быть жилые здания и резиденции по всему миру. Это далеко не предел безопасности. На Земле есть несколько зданий и объектов другого назначения, которые защищены даже еще круче. Давайте взглянем на них. Нород В штате Колорадо находится не только особняк максимальной безопасности, но и комплекс Нород. Бункер расположен в недрах горы Шайен. Он был построен еще во времена Холодной войны в качестве ядерного бункера. Поэтому безопасность и защищенность была главным приоритетом. В настоящий момент бункер Нород используется как командный пункт системы обороны Северной Америки. Попасть в бункер просто так невозможно. Тут контрольно-пропускная система. Военные и работники бункера максимально защищены. Они находятся глубоко в горе за несколькими слоями гранита. До входа в бункер нужно добираться несколько сотен метров, и только тогда вы окажетесь у 25-тонной двери. Она устойчива к воздействию ударной волны и может выдерживать даже ядерный взрыв мощностью 30 мегатонн. Комплекс полностью автономен от внешней среды и, по сути, представляет собой подземный город. Поэтому в бункере можно переждать страшную катастрофу, как ни в чем не бывало. Бункер Викиликс Когда речь заходит о настоящих шпионах, имя Джулиана Асанджа всплывает одним из первых. Он является основателем Викиликс, организации, которая публикует секретную информацию, полученную в результате сливов данных. Очевидно, что такие данные могут быть очень опасными для многих влиятельных людей, поэтому Асандж позаботился о том, чтобы они хранились в надежном месте. Серверы Викиликс он разместил в старом ядерном бункере в Швеции. Бункер находится на глубине 30 метров под землей и защищен стальной дверью толщиной в 45 сантиметров. Хранилище оснащено резервными генераторами, которые могут обеспечить работу серверов на несколько недель в случае отключения питания. Хранилище Мормонов В США, недалеко от города Солт-Вейк-Сити, находится Гранитная гора, которая на протяжении многих лет привлекает внимание не только любителей живописной природы, но и исследователей непознанного. Все потому, что в этой горе располагается Хранилище Мормонов. Тут Церковь Иисуса Христа святых последних дней хранит свои самые важные документы. Одной из главных ценностей скрытых в хранилище является библиотека микрофильмов, которая насчитывает 40 тысяч рулонов пленки. Если говорить о домах, не стоит забывать и о паранормальных поместьях. Давайте взглянем на дома, находясь около которых кровь начинает стыть в жилах. Вы начало послушайте пугающую историю о Белом доме. Уж на его счет у вас точно не появится сомнений, особенно если о странностях говорит бывший президент США. Но обо всем по порядку. Стены Белого дома включают 132 комнаты с тремя огромными кухнями, 35 ванных комнат и 16 гостинных. Он представляет собой настоящий президентский особняк, построенный более 200 лет назад. Название Белый дом, к слову, ему дал президент Теодор Рузвельт в 1901. Однако нас интересует не эта история. Спустя 45 лет после присвоения зданию современного названия, там отдыхал уже 33-й президент штатов Гарри Трумэн. Он, как обычно, лег спать около 9 часов вечера. И в самый разгар отдыха его кто-то потревожил. Президент был раздосадован таким поступком, однако ему ничего не оставалось, кроме как надеть халат и открыть дверь. Гарри выглянул за порог, но никого там не обнаружил. Трумэн вернулся в кровать, предварительно заперев дверь, но вдруг уже в комнате его дочери послышались шаги. Он вновь выскочил во двор, но там снова было пусто. «Это чертово место определенно кишит потусторонними силами», написал в личном письме своей дочери 33-й президент США. Что, если не это, можно считать за одной из самых ярких проявлений паранормальщины? Особенно все начинает смотреться куда ярче, если принять во внимание отчет охраны за тот день. По их словам, в ночь, когда президента потревожили, в здание никто посторонний не заходил. На его коридор тоже никто не поднимался. Кроме самого Трумэна, там не было ни одного человека, по крайней мере, из мира живых. Если верить многочисленным бывшим лидерам США, их женам и обслуживающему персоналу потусторонняя жизнь в Белом доме, едва ли не более насыщенная, чем реальная? За два века его существования были задокументированы десятки случаев, когда призраки внезапно возникали в знаменитом здании на Пенсильвания-авеню. В современности, к слову, Белый дом тоже находит чем удивить людей. Так, совсем недавно на камеры наблюдения попали вот эти кадры. В окнах здания подозрительно мигали красные огни. Известно, что в тот момент внутри никто не находился. Фонари появились сами по себе, а затем сами исчезли за считанные секунды. ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ОНИЧЕВИЛЯ Дефео была известной в местных кругах семьей, глава которой любил хвастаться деньгами. А его дети, ровно как и жена, постоянно жили в достатке и ни у кого ничего не просили. Хотя трудно быть неизвестным в городе, население которого составляет несколько сотен человек. Тем не менее, некоторые нелестно отзывались об этой семье. Но в вечер, 13 ноября 1974-го, в Генрис бар, каждый из них напрочь позабыл о былых обидах. В здание забежал Рональд Джозеф Дефео-младший и заявил, что его семью застрелили. Каждый, кто был в баре, тут же направился за парнем к их дому и всячески поддерживал его на дороге обратно. Попутно люди вызвали полицию. Приехавшие на место следствия действительно заметило тело каждого члена семьи. Каждого, за исключением самого Рональда Дефео-младшего. Безусловно, главное подозрение упало на него. И парень довольно быстро во всем сознался. Он заявил, что это было его рук дело. Якобы он затаил обиду на отца из-за несчастного детства, когда тот бил его ремнем и ничего не позволял. Но остальные члены семьи просто попали под горячую руку. Такой расклад вполне устраивал полицейских. Они оперативно отправили Рональда в тюрьму. Паяли ему по 25 лет за каждую жертву и забыли о парне. Тот в свою очередь в тюрьме и скончался, однако странности на этом только начались. Любители разобраться во всем основательно взялись за это дело и стали находить одну за другой интересные подробности. К примеру, на пушке парня не было глушителя. Все тела были найдены лежащими на животе. В их крови не было никаких запрещенных веществ, а значит не услышать выстрелов жертвы попросту не могли. В то же время соседи ДФЛ ничего не слышали. Получается, Рональд должен был за считанные секунды облететь свой дом и бесшумно застрелить каждого члена семьи. Это звучит странно. Не были такими уж очевидными и мотивы. Действительно, отец бил его в детстве, но к 23-летию парня все изменилось. Он стал сильнее и легко давал отпор. Сам же парень в одном из последних интервью стал говорить, что за 4 недели до происшествия в его голове начали звучать голоса, якобы указывающие на то, что ему нужно сделать. Поскольку живых владельцев дома более не оставалось, его выкупила семья Лац за символичные 80 тысяч долларов. Желая навсегда попрощаться с паранормальным, они даже наняли священника. Но тот уже с первых минут пребывания в доме почувствовал что-то неладное. Как заявляет мужчина, во время обряда он услышал четкое слово «Убирайся». Священник не стал говорить об этом новоприбывшей семье и спокойно впустил их в дом, сказав, что все прошло успешно. Только вот толку это никакого не принесло. Даже самовнушение не помогло жильцам избежать контактов с паранормальным. Пятилетняя дочь Лацов Мисси рассказывала, что у нее появились два новых друга – мальчик и свинка. Глава семьи Джордж как-то увидел эту свинку в окне, когда работал в саду и пришел в ужас. Существо выглядело как чудовищный кабан с горящими красными глазами. Странности продолжались, и семья покинула это место уже через 4 недели после заселения, продав дом за 50 тысяч баксов. Старинный английский замок Рейнхэм Холл, расположенный в графстве Норфолк, имеет дурную славу. Говорят, в стенах родового имения маркизов Таунсендов обитает призрак женщины, которую местные жители называют «коричневая леди». Согласно легенде, личность, запечатленная на снимке, леди Дороти Уолпол, сестра первого премьер-министра Великобритании Роберта Уолпола. Одна из версий ее исчезновения гласит, что ревнивый муж Дороти, Чарльз Таунсенд, узнал о ее романе с другим мужчиной и, разозлившись, запер в поместье, где она и оставалась вплоть до своей кончины. Этот кадр, сделанный в 1936 году, принадлежит лондонскому фотографу Хьюберту Прованду. По словам автора, ему удалось поймать ту самую пленницу, коричневую леди из Рейнхэм Холла. Как вы думаете, действительно ли кто-то мог заснять призрака на обычную камеру? Или это не более чем попытка привлечь внимание туристов? Напишите свое мнение в комментариях, ну а мы двигаемся дальше и переходим к проклятому дому в Харрисвилле. Батшеба Версавия Шерман была совершенно обычной женщиной из провинциального городка. В 22 года она вышла замуж за местного фермера. И пока он работал в поле, занималась ведением домашнего хозяйства. Денег вечно не хватало, и девушка придумала подработку. Она присматривала за детьми, которых родители оставляли у нее дома. Все внезапно изменилось в день, когда один из ее подопечных скончался. По городу поползли слухи, якобы у малыша нашли следы от какой-то иглы. Началось расследование, а потом состоялся суд, на котором миссис Шерман полностью оправдали. Но это не помогло. Жители Харрисвилла уверовали, что Батшеба причастна к гибели мальчика. С тех пор все начали сбегать девушку. До поры до времени она никак на это не реагировала, но позже все-таки начала проявлять характер. И проклинать каждого, кто ступит на порог ее дома. Батшеба ушла из жизни в 73 года. Ходили слухи, что она наложила на себя руки, но на самом деле Батшеба скончалась после странного приступа паралича. У поместья сменилось уже пятеро хозяев, и вот туда приехала семья Перрон. Они и близко не знали о прошлом этого места, однако дети сразу почувствовали что-то неладное. Они неоднократно говорили маме с папой о призраках, но старшие им не верили. Долгое время это никак не сказывалось на их жизни. Более того, призраки даже казались детям дружелюбными. Но так было не всегда. В один момент одна из дочек повстречала саму Батшебу, появившуюся перед ней в сером платье и с повернутой на бок головой. Девочка рванула к маме, что было силой, едва не упав с лестницы, приземлилась к ней на руки в целости и сохранности. Мать подумала, что ее чадо просто перевозбудилось, но уже на следующий день она сама увидела Батшебу. С тех пор ведьма не давала покоя семье. Пэррены обратились за помощью к известным экспертам Уорренам, но лучше те явно не сделали. Прогнать призраков не удалось, в то же время привидения стали только агрессивнее. Было принято решение отказаться от услуг Уорренов, и это принесло свои плоды. Все вернулось на круги своя. Призраки появлялись, но не часто. Семья накопила денег и съехала из этого дома как можно скорее. Поговаривают, что там по сей день живут призраки, однако они не доставляют особых хлопот. Гораздо больше проблем возникло из-за туристов, которые приезжают в Харрисвилл после выхода фильма «Заклятие». Интересно, насколько остальной психикой нужно обладать, чтобы говорить, что в доме живут призраки, и ничего не предпринимать. Это просто какой-то ужас. Вилла, о которой сейчас пойдет речь, со стороны напоминает зияющую рану, гноящуюся черными окнами. Бесформенная, несуразная, нелепая, она одновременно уродлива и великолепна. Ее возвели в 50-х годах 19 века, однако еще десятки лет назад вандалы разграбили это место, и с тех пор оно пустует. Былая роскошь оказалась не так живуча, как привидения. Обычно заброшенные здания звучат старыми ставнями или осколками оконных стекол. Но только не эта вилла. В ней стоит вязкая и бездонная тишина. Но как разграбленный дом, в котором, кроме всего прочего, стоит гробовая тишина, может вызывать такой интерес у публики? Что ж, здесь нужно сказать спасибо одному из путешественников, который легким взмахом пера в один из дней окрестил виллу самым кишащим привидениями домом в Италии. Это буквально вдохнуло в здание новую жизнь, сделало его одним из самых популярных мест среди любителей паранормального и заброшенного. Здесь вызывали духов умерших хозяев, проводили черные мессы и молились. Также здесь разбивались, падая с коварных лестниц и купались в фонтане, извергающем кровь вместо воды. Здесь рождались самые страшные истории. Например, говорят, что во время стройки этой виллы погиб главный архитектор, и это уже стало плохим знаком. Тем не менее, граф, в чьи владения входила вилла, частенько отдыхал на ней со своей семьей и ни о чем не думал. В очередной из выходных он прибыл на виллу, распахнул дверь в надежде услышать радостные крики дочки и игру на рояле, но ничего, кроме как тело погибшей жены ему, найти не удалось. В конечном итоге репутация здания так и осталась ниже плинтуса. Современные посетители говорят о постоянных призраках, которые там находят, а также свидетельствуют о криповой игре на инструментах. Ну а в комменты напишите, какой дом вы считаете самым жутким в мире. Если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь.